Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на заправке картридж EXV-42 Canon. Сегодня покажу, как мы их заправляем, чтобы это все дело отсюда не высыпалось. Клиент смог донести до своего принтера и не потерять тоннер по пути. Здесь мы используем чеку для картриджа HP Color LaserJet CP5225. Там картриджи такие здоровые, а третьего формата идут цветные. Вот эта чека предусмотрена, для них бункер заклеивает. Но, соответственно, этого же никто не делает, кроме как завод-изготовитель. Но мы их покупаем и используем в целях. Здесь закрыть щель для того, чтобы клиент донес, отстегнул чеку, вставил, ну и как бы все это было аккуратно. Ничего не высыпалось. Вот они идеально сюда подходят. Ну вот, мы уже заправляли его, он пришел пустой, там высыпать уже нечего. Мы вот этот сейчас снимаем, чеку. Этот чеку тоже клеили мы. Здесь ничего не скоблим, вот остатки остались. Просто берем тряпочку. Мы вот этой жидкостью убираем, можно жидкостью для удаления наклеек, ну а мы вот этой УЛЦ. Она очень хорошо с ним тоже справляется. Все. Подготовили поверхность и приклеиваем нашу чеку. Тут ничего сложного нет. То есть, отстегиваем одну ленту, здесь открывается, ну, под ней клеящая основа. А это уже сама чека, то есть она матывая. Мы ее клеим от самого начала, потому что она достаточно длинная. Можно заказать какие-нибудь для других картриджей, попробовать, проэкспериментировать. Мы просто как-то заказали их. Я, в принципе, для этих целей заказывал ее. И как бы она подошла, и нормально все, мы ей пользуемся. В принципе, все, принтер устанавливается, работает, никаких проблем нету. Клиент приносит пустой картридж. Они, конечно, совместимые есть, ну, недорогие эти картриджи. То есть, можно покупать. Оригинал очень подороже. Но, во-первых, их не все продают, потому что принтер старенький уже. А, во-вторых, заправлять все равно дешевле. И берем вот эту чеку. То есть, вот ее клиент принесет к принтеру. Картридж перед установкой чеку это дернет. Она здесь просто отстегивается и вставит. Все. То есть, мы ее просто на резинку зацепляем. Все. В принципе, все это достаточно аккуратно. И заправляем его через это отверстие. Чем мы его заправляем? Заправляем мы его вот этим тонером. То есть, МГ. Идет сюда 350 грамм. Печатает он здесь хорошо. Никаких проблем. Ничего там не засоряет он. Ну, в принципе, этот тонер многим знаком. То есть, он такой, я думаю, один из популярных тонеров. Этой бутылке она идет килограмм. То есть, ее хватает. На заправку трех картриджей. Практически. То есть, по 350 грамм. Это выгодно и клиенту. Это выгодно и нам, как компании обслуживающей, сервисной. То есть, ну, много дешевле, в принципе, и как бы от того, что он заправлен или куплен новый, разницы никакой нет. Единственное, заправляем мы его МГ. То есть, совместимку, предположим, за тысячу, там, полторы. Ну, они где-то, наверное, так стоят примерно. Но неизвестно там, что засыпано у нее будет. То есть, мы знаем, что туда китайцы засыпают. Засыпают они далеко некачественный тонер. То есть, ну, в итоге, как бы, ну, плюсов много. То есть, заправки этого картриджа. То есть, ну, и, в принципе, заказчику удобно, что ему не надо идти в магазин, бежать, там, искать их. Принес он заправку и все, его заправили. Заправлять его, в принципе, не сложно. И заправляем сюда 350 грамм МГ. У него ресурс где-то около 10 тысяч страниц. Все, 350 грамм. Ну, практически все под пробку здесь уже. Вот и вся заправка. То есть, все, картридж готов. С него нигде ничего не сыпется и не будет сыпаться до установки в принтер его. То есть, все отлично, он отработает. Ничего мешать здесь не будет. Все, вот таким вот, в таком виде мы уже выдаем картридж. Ну, чистенький. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.